В рамках благоустройства в этом сезоне предстояло сделать дорожное покрытие на участке от моста до первого разворотного круга, разместить две велопарковки, урны для пешеходов и велосипедистов, установить видеокамеры, указатели, парковые качели, скамейки со спинками, стулья, кормушки, три разных ксилофона, а также новый остановочный павильон. Затопление после весеннего разлива заставило всех понервничать, но работы успели сдать в срок. Мы тут, так как живем рядом и часто тут гуляем и катаемся на велосипедах, ну мы, естественно, смотрели за всем ходом работы. И то есть, когда увидели и технику, думали сначала после этого затопления, когда же это все начнется. Ну а потом оказалось, что работы были проведены очень быстро и качественно, и так интересно. В общем, каждый раз тут было что-то интересное происходило. Надо сказать, к пожеланиям людей при реализации проекта прислушались и учли. Спасибо жителям, что каждый день у нас контролировали нас, каждый день оставляли свои замечания, предложения. Мы старались на них, на всех откликнуться. Поэтому и завершение работы оценивает общественность. В народной приемке участвовали местные жители от мала до велика. Пришли оценить работы подрядчика даже те, кто еще помнит времена, когда лесопарка здесь вообще не было. Я живу 62-го года. На улице Лесопарковая, 12, дробь 3 жила. Я его помню маленьким. Деревья были маленькие, сажали все. Здесь было вот поле этих огурцов. Так как я в парту работала, нас иногда привлекали, чтобы мы собирали эти огурцы. Моя мама работала в школе. С учениками сажал этот лесопарк. Это в середине 50-х годов. До 18-го года я сюда даже, как говорится, ногой не ступал. А когда лесопарк стали делать, на мой взгляд, на данный момент, он лучше городского парка. Действительно так. Потому что проект получился поистине народным. На всех этапах от голосования и разработки до реализации местные были активны. Мы и с радостью голосовали за то, чтобы лесопарк, благоустройство его попало в этот национальный проект. И участвовали в обсуждении. То есть мы активно участвовали. Очень хотелось. Потому что место чудесное, но было ужасно запущенным. Поэтому было грустно видеть, что вот такой ресурс пропадает просто в никуда. Кроме прочего, на территории провели санитарную прочистку и удаление аварийных деревьев. Посеяли газон. Его качество можно будет оценить в будущем году, когда трава взойдет. Работы завершены в срок. Подрядчику огромное спасибо. Фактически работы выполнялись два с половиной месяца. Хотя контракт был заключен 1 апреля, но к работам из-за большого разлива смогли приступить только 15 июля. Поэтому такой результат считаем достижением. Стоимость проделанной работы 51 миллион 200 тысяч рублей. В следующем году запланирован второй этап работ. В него войдут благоустройство оставшегося участка дороги, набережной территории и пляжа Орехового озера. Предложение по благоустройству можно оставить под соответствующим постом в официальной группе администрации города в социальных сетях.